Сегодня 27 января, посев будет в перце. Основную массу уже посеяли, это вангард. Сейчас будем сеять еще один и покажу, как этот процесс от начала до конца происходит. Кассету в 260 ячеек размерами 60 на 40, большинство кассет все стандартные, необходимо заполнить торфом, потому что пластмасса сеять не получается. Торф кекела, которая, все ее знают, желтые пакеты. Так, и торф должен быть максимально однородный, такие кусочки не допускаются. Необходимо его измельчить. Для этого берем такое сито, решета, пропускаем торф через нее, и тогда он будет видно. Вот он будет измельчаться. Как происходит пропускание торфа через сито, через такое решета. Сейчас в видео вставлю вставку, как это происходило на всем объеме посева, на всех 40 тысяч семян. Измельченный торф высыпаем в кассету. Лишний торф нужно убрать. Теперь кассету, заполненную торфом, необходимо максимально хорошо промочить. После того, как кассету пролили максимально, с нее немножко сбежала лишняя вода, необходимо сделать углубление под семена, ложи. Ямки под семена делаются специальным маркером. Кассета здесь 260 ячеек, маркер приобрели тоже на 260 ячеек, но посев будет через ячеечку. Лишние убрали, чтобы сделать углубление там, только где будут находиться семена. То есть, получается, в кассете с 260 будет 130 ячеек посеянных, будет 130 семян. Так же самое здесь, 130 осталось этих, в народе их называют сосков. Так, попали на края. Чтобы максимально эффективно сделать эти отверстия, кассета была поставлена на ящик. Ну, то есть, на плоскость, которая не имеет щелей. И теперь видно, где у нас получились ямки, вот через одну. Вот оно идет. И вот здесь так же само. Будем сеять перец. Красный куб. Так, здесь тоже основной красный куб. Выбрал Тиба, потому что максимальная устойчивость к вирусам. А это последнее время, последние два года моей работы. Здесь замечаю, что вирус это сложно. Итак, посев. Семена необходимо высыпать в тарелку. Необходимо 130 штучек. Я думаю, там такое количество есть. Итак, повторю, почему выбрали кассету 260-ю, а не какую-то другую. Культура перца сама по себе, она не такая сильно растущая, как там, к примеру, огурец, либо баклажан, или томат. Вегетативная масса развивается гораздо быстрее, чем корень. И поэтому выбрали кассету 260 ячеек. Ячейка здесь меньшая, меньший объемом, и тогда получается на момент пикировки корень с большей вероятностью заполнит эту ячейку. И когда будет происходить пикировка, корень не будет, часть оставаться в ячейке, а вторая часть будет растением. Если же использовать кассету 160-ю и сеять в каждую ячейку, то растению необходимо дольше, больше времени, чтобы заполнить весь отведенный объем торфа. А так, в данном случае, посев через ячейку, на ту же площадь получается 130 растений. Для вегетативной массы вполне хватает места. То есть, когда растения взойдут, здесь будет 130 растений, а не 160. То есть, места немножко больше. И дольше можно будет подержать в кассете. Тем самым топить не весь там объем, не большую площадь на лишнюю неделю в кассетном периоде выращивания. Вот, где выпадает по два зернышка в ячейку, необходимо доставать, чтобы в каждой ячейке, в которой планируется посев, было по одному растению. Недопустимо, чтобы всходило там два. Они будут между собой конкурировать за место, друг друга угнетать. А нам необходимо, чтобы в состоянии рассады максимально качественные получились растения. Опять две. Необходимо немножко побегать, потому что это посев всего лишь одной кассеты, которая была не запланирована. Для того, чтобы показать вам, как это происходит в обычных условиях. Теперь слоем торфа присыпаются эти семена. Слой над семенами должен быть около сантиметра. После того, как торф нанесли, лишнее убираем. И необходимо обеспечить хороший контакт семян с торфом. То есть, немножко прижать его. То есть, такая вот кассета считается уже подсеянной. Сейчас немножко нужно подкорректировать. Я думаю, что этот торф лишний. И прижимаем его. Необходимо добиться так, чтобы семена не висели в воздухе. Часто я бы встречаю, что присыпали и не прижали, и они висят в воздухе, и плохой контакт у семян с мокрым влажным торфом. И они слабо напитывают влагу. Сейчас заметен эффект, который мне всегда нравится. Сухой торф подтягивает влагу с нижнего более влажным. По пути пронизывая семена влагой, которая есть в торфе изначально в нижнем. После посева происходит увлажнение кассет, не полива, а именно увлажнение. В этом случае главное не перелить кассеты, а просто увлажнить сверху, чтобы на период сходов больше не проводить поливов. И растение хватило влаги на равномерные сходы. И после того, как кассету сверху не пролили, а слегка смочили этот полусантиметровый слой торфа, который над семенами, смочили водой. Эту кассету необходимо поставить к остальным всем, которые были посеяны ранее. Ставятся на поддон ко всем остальным кассетам. И накрывается пленкой. Пленка необходима, чтобы влага не испарялась. Также хотел отметить и сказать, что кассеты стоят на поддоне, поддон обычно деревянный. Под поддоном происходит шланга 25-я, пластиковая, в которой горячая вода. То есть это шланги отопления, паровое отопление, можно сказать так. И кассеты подогреваются снизу. Теперь про температурный режим. Так, вот градусник, который меряет температуру воздуха. Это необходимо тоже мониторить. Сейчас здесь 23 градуса. А вот градусник, который поможет получить нормальные дружные сходы по всей теплице. Этот градусник меряет температуру в грунте. 27 градусов. Если это видео вам было интересно или полезно, поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал и поставьте тут внизу в этом углу колокольчик в активный режим, чтобы новое видео, которое я для вас сделаю, вы не пропускали. И внизу под видео также будет ссылка на мой инстаграм и группу вайбере Аградвиж. Ссылка в инстаграм Аградвиж и группа вайбере тоже Аградвиж. Аградвиж Аградвиж